Опыт строительства модульных фельдшерско-акушерских пунктов может быть применен в Приангарии. Такие проекты, отмечает спикер областного парламента Сергей Брилко, значительно ускоряют процесс строительства. Нет необходимости разрабатывать проектно-сметную документацию. На партконференции направления 2026, которая прошла в Москве, рассматривались пути достижения целей, обозначенных в майских указах президента России, в том числе и в сфере здравоохранения. Также Сергей Брилко принял участие в обсуждении экологических вопросов по темам подготовки к проведению праймерис в регионе. Процедура предварительного голосования Жиркутской области идет ровно. У нас идут дебаты на 70-м площадках. Две трети дебаты уже прошло. И в 3 июня мы рекомендуем, что выйдем в хорошем результате участников нашего предварительного голосования. 350 участков будут развернуты в Жиркутской области. В рамках конференции направления 2026, помимо пленарного заседания, дискуссии развернулись на трех основных площадках. В работе одной из них, экономика роста, приняли активное участие как спикер заксобрания Сергей Брилко, так и председатель Совета директоров оборонпрома Сергей Сокол. Как отметил участник регионального праймерис, сейчас важно привлекать в регион крупных инвесторов. Так, в Иркутской области свои проекты намерена реализовать компания «Ростех». Уже известна цифра 30 миллиардов, которые «Ростех» готова положить в программу создания среднемагистрального самолета МС-21. Этот самолет производится на зауде Иркут, находится он в городе Иркутске. Это то важнейшее изделие, на котором сейчас будет объединенная авиастроительная корпорация. Мы, говоря о промышленности, говоря о развитии промышленности, мы обязательно должны помнить, что надо заботиться об экологичности новых производств, обращать внимание на глубокую переработку сырья и на развитие малых производств. По итогам конференции участники приняли резолюцию, которая объединила результаты работы на всех площадках. Теперь документ станет одним из основных для работы отделением партии на местах. Галина Тюрнева, Новости сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok